ну что друзья всем привет это программа двр без аплодисментов на этот раз сегодня у нас гостях потрясающий и невероятный человек наверняка все вы его знаете его зовут даниил даниил буквально в нескольких словах расскажи о себе кто ты откуда ты и куда ты что вообще в твоей жизни меня зовут даниил меня 30 лет у меня четверо дочерей мне 30 лет и четыре дочери у меня до 4 дочери являюсь молодежным пастором церкви миссия благая весть очень люблю свое дело вот закончил здесь инженерно-экономический университет вот это у меня есть высшее образование вот по специальности ни разу не проработал государственные муниципальные спали да вот так что вы коротко себе то вот так родился и вырос здесь в городе стандарт петербург завидую это наверное приятное ощущение даниил у тебя четыре прекрасных дочери да ты стал отцом я еще нет каково это какие ну как бы у тебя эмоции какие испытания расскажи чуть об этих вызовах что с чем-то уже столкнулся с чем ты думаешь еще столкнешься у меня на самом деле четыре дочери до старше девять лет на вот она младше и два года вот все девчонки и на самом деле когда у тебя вторая девочка научил это нормально когда 3 то я селу мужик бог надо мной смеется вот а когда у тебя была уже между четвертая появилась дочь то я понял реально что я в принципе ни разу в жизни не молился богу о детях вообще в принципе то есть я просто был уверен что у меня мальчик наверняка когда-то будет и на четвертой появившейся дочери я понял что нужно об этом молиться но я уже не знаю готов ли я на пятого ребенка я думаю все и девчонки но это классно это очень интересно вот я кстати когда-то боялся чтобы были девочки потому что у нас в семье четверо братьев и вот и ты понимаешь что такое братья особенно когда у меня родится с младшим братом 11 лет и я в принципе его и в сад водил и так сказать помогал мода воспитывал мальчик да и получается ты примерно понимаешь что это и каково это и я боялся что такое девочка я не понимал а сейчас на бот я понимаю что я уже знаю что такое девочки и уже забыл что такое мальчики поэтому принципе как ты думаешь это господь как бы специально для тебя чтобы но в тебе тут не страх убрать а как ну почему так у тебя не знаю мне трудно загнуть в его сознание понять почему он так сделал хороший ответ на то что происходит мне нравится дети сейчас маленькие какие основные вызови ну как бы у тебя изменилось вообще вот такой вопрос сейчас задам понимание того как отец к тебе относится она у тебя изменилась после того как ты сам стал отцом да безусловно какие-то вещи действительно начинаешь лучше понимать это что вчера было со стороны родителей для тебя необъяснимо непонятно неадекватно то сейчас ты начинаешь это лучше например наверно один из таких наш к таким вызовом для меня здесь в плане семьи это то что я такой человек который очень люблю детей мне очень нравится проводить время с детьми но из-за моего ритма и моего труда в котором я сейчас нахожусь у меня не всегда получается вот найти должное количество времени для семьи вот и вот как вызов да и для меня это потому что меня это очень сильно ранит очень сильно задевает то есть я не тот человек который но спокойно к этим вещам отношусь то есть я понимаю что должно быть время на все вот но когда перед тобой стоят большие задачи и ты не можешь вот запихнуть их вот так чтобы вот в рамках недели ты все это уместил и еще оставил сполна времени для семьи вот то когда это не получается я очень расстраиваюсь прям и понимаю что у меня были сложности допустим даст семье с родителями просто потому что они всегда были в чем-то заняты чтобы что-то вовлечены и то чтобы я там убегая от этого прошлого хочу изменить это в своем настоящем своем будущем нет я просто другой и мне просто хочется чтобы мои дети получили больше чем я сейчас и на данный момент даю но я слышал что вот конкретно своими детьми что ты стараешься все равно уделить время каждому ребенку что ты берешь на выезд например одной из своих дочерей просто чтобы провести качественное время с ней мне однажды понравилась идея джона бивира когда он сказал у него тоже четверо по моему сыновей да и он проводил время и проводит по моему до сих пор так берет одного сына и просто какое-то время качественно с ним проводит и я увидел в этом какой-то ценный для себя урок потому что дети мои в данном случае они разных возрастов и когда ты все вместе их берешь с собой до всех вместе да ты немного неэффективно проводишь это время а когда ты по одному вот то это время действительно очень удачно очень здорово и полезно для них проводим сегодня вторник и у меня сегодня вечер с конкретно софией со старшей дочерью вот сегодня что чуть-чуть расскажи про каждую из дочерей они наверное одну отличается каждый и как ты каждый находишь подход что это ну я я наверное сейчас очень много для себя принимаю потому что как будущий отец мне будут интересны вот эти нюансы ну мне допустим что нравится конечно не все разные все очень уникальные а вот и понятно что каждому нужен очень индивидуальный подход я вообще такой человек который очень мне нравятся дети и мне всегда хотелось как-то их понять всегда хотелось вот как-то их услышать проникнуться их переживаниями чувствами то есть родителю всегда проще используя свой авторитет ну просто отрезать какие-то вещи сказать так все идем спать папа у меня такая ситуация случилась так все не хочу ничего слушать вот я такие вещи не разделяю как сказал недавно виктор судаков что приведя пример одного психолога его цитату его фразу что не бывает детей есть только люди и момент такой что действительно каждый ребенок это отдельная взятая личность и я сделал следующее есть такая классная книга называется пять языков любви я с каждым из них прошел этот тест ну с младшей еще нет и два года но я знаю все их языки любви и я стараюсь говорить именно на языках любви своих друзья совет просто записывать сейчас это на самом деле очень важно это ну вообще в отношении со многими людьми не только даже с детьми потому что я люблю когда я воспринимаю любовь через слова в свой адрес и мне кажется что слова важны всем и когда я разговариваю со старшей дочерью какая-то у меня классная суперская со фуличка по помощь меня со фуличкой называть и солнышко и все это как бы я я софия и я так понимаю что то что нравится мне не нравится ей она мига ты знаешь мой язык любви это время ты лучше вы просто посиди чем ты будешь не говорить какие-то слова но и все я понял что как бы это очень важно это очень работает и есть те языки на которых люди воспринимают свой адрес любовь поэтому дети это это так сказать да те люди которые очень мощно в данный период жизни осознают любовь особенно на том языке который у них очень сильно заложены на котором они хотят чтобы ты им доставлял мудрость просто очень круто давайте чуть окунемся в твои взаимоотношения мы я хочу еще две темы осветить это твои взаимоотношения с братьями когда ты рос и твои взаимоотношения с родителями как вообще вас складывалась вообще наверное общую картину сначала родители вас наказывали бывали у вас такие моменты или нет родители да конечно наказывали и в принципе я с благодарностью вспоминаю это прошлое время когда доставалось чуть-чуть поподробнее то время отец давал мама ремня давал вот и у нас было 7 пунктов за что мы получали ремня я щас даже стенера не вспомню это было непослушание это было отдельно неуважение к матери неуважение к старшим это был ложь ложь обман это было вредничество когда вот мы краски друг друга доставали и какие-то еще два пункта были сейчас могу даже не вспомнить у нас было 7 пунктов мы знали что мы всегда за них получаем вот то есть мы четко знали за что то есть не было куда спонтанности просто так отец подошел доларами вот но я об этом не жалею вот и как но ты разделяешь да ты своих детей также наказываешь ну может быть не так же как вообще ты относишься к наказанию как ты думаешь это нужно делать правильно я в принципе за наказание как за слово воспитание то есть очень важно не спускать руки какие-то моменты которые дети допускают а уже инструмент благодаря которому ты будешь воспитывать они могут быть раз это надо может быть ремень иногда это может быть слово какое-то иногда этому просто какой-то пример когда ты взял что-то рассказал какую-то историю и где-то проявил какой-то интересный момент и показал допустим я был момент когда янка вторая моя дочь она плохо поступила и мы с ней разговаривали и она действительно понимала что она заслужила ремня вот и я подошел и я подошел к ней поговорил или можно я тебе сейчас просто объясню что такое милость в библии мы это слово часто встречаем я объясняю что такое слово милость или сегодня ты меня этого физически не получишь называется милость ну то есть вот иногда такие моменты на расходы это все равно сильно наверное когда для нее возможно это как-то тоже на отметит запомнит поэтому форматы наказание разные главное в принципе не спускать только какие-то вещи и детей вас ну и ты правильно очень делаешь ты доносишь до ребенка как бы смысл из-за чего чтобы он сам основал типа вину или проблему и ну да и засыпает ты знаешь я еще очень часто вспоминаю как я я вот мне до всего 30 лет и в принципе я очень хорошо помню что я чувствовал когда меня наказал иногда это было нет и когда ты понимал что ты не заслуженно несправедливо сейчас получаешь какое-то наказание и ты не мог просто что ты маленький это объяснить и доказать и часто когда детки мои о чем-то переживают что что-то им сейчас прилетит незаслуженно я всегда эти моменты не пропускаю стараюсь выникнуть понять то есть такая фраза 7 раз отмерить один раз отрежь вот я стараюсь сначала много раз отмерить а потом уже приступить к какому-то конкретному действию в этом есть мудрость твои взаимоотношения с братьями ты до сих пор старший брат как выросли и какие челленджи челленджи ты с со своими братьями как старший брат проходил какие вызовы на самом деле та ситуация было много разных в которых мы друг друга и подставляли и наоборот защищали главное наверно то что для себя я так сказать удерживалась все равно так как ты старше ты в каком-то смысле пример и мне хочется вот в этом смысле быть неким примером эталоном поведение в семье поведение к детям к людям к работе к церкви к богу поэтому главное просто это стараться быть тем человеком за которым хочется идти не только людям но и твоим родным близким какие-то видишь вот основные моменты для себя вот может быть даже это машина камеру просто я вижу для себя такие моменты например но самое главное у меня там щедрости или там моменты чего еще раз ну вот что для тебя человек за которым хочется идти я наверно сейчас скажу через призму самого себя на что я реагирую да да так именно то есть это не то что для всех будет важно но для меня это ценно тогда человек остается человеком вот есть такие моменты когда наш мы людей судим по поступкам себя по мотивам не но я то знаю почему так сделал ну да а вот он вот он не прав мы смотрим на поступок вот я хочу чтобы люди на которых я ориентируюсь в первую очередь оставались человечными для меня это очень важно то есть когда человек вот не пытается знаешь какой-то 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 по букве закона поступить он тысячу раз даже может быть прав но я хочу увидеть вот в этой правоте человечность вот так называем пусть это будет пока один пункт который для меня очень архиважен это просто оставаться человеком а это значит ты чувствуешь значит ты принимаешь значит ты можешь принять человека с его болью с его разочарованием с его ошибками не не значит ты разделяешь его поступок на ты его принимаешь этого человека то есть это человечность она многое продиктует впоследствии это очень сильно мы реально я даже для себя сейчас принял к сожалению наверное мы будем этот разговор на данный момент завершать к сожалению но я попрошу сейчас тебя о двух вещах можешь пожалуйста вот на эту камеру дать два совета один совет родителям по воспитанию детей и другой детям по воспитанию родителей но не просто детям по отношению к родителям вообще как но два совета ну наверное совет родителям сколько раз сейчас соприкасаясь силу своей работы с людьми которые даже старше меня у них столько в жизни проблем если отмотать назад то все их проблемы тянутся из детства получается то что сейчас мы делаем с нашими детьми очень сильно сыграет свою роль в их будущем становление поэтому я считаю что сейчас когда дети нам богом доверены нужно максимально их оберегать максимально аккуратные быть в словах выходы с максимально аккуратными в поведении в отношении к ним это вот к родителям данил к сожалению время нашей программы подходит концу но я уверен что это не последняя программа потому что с тобой слишком интересно разговаривать не часто встретишь таких гостей вот хочется пожелать тебе еще оставаться наверное и становиться еще более крутым мудрым родителям которые своих детей оберегает воспитывает правильно во всех правильных ценностях ну и просто двигаться вперед вот спасибо спасибо тебе я принял для себя многое за эту программу надеюсь вы дорогие гости тоже много приняли я с вами прощаюсь это была программа dvr ваш ведущий никит никитин и конечно же даниил шатров всем пока а